Сегодня во всем мире отмечается День Благотворительности. Этот праздник помогает привлечь внимание общественности к благотворительным организациям, мобилизует людей для участия в волонтерской деятельности. О благотворительности в Белгородской области, развитии и перспективах волонтерства и конкретных делах в помощь нуждающимся людям мы говорим с руководителем общественной организации «Святое Белогорье против детского рака» Евгении Кондратюк. Евгения, здравствуйте. Скажите, с чего начинается благотворительность? Это ведь не всегда и не обязательно какие-то большие дела. Что может сделать каждый? На самом деле все большие дела, крупные системные проекты, они как из кирпичиков складываются, из маленьких дел. Девочка решила помогать, принесла, нарисовала открытку больному ребенку. Это не маленькое дело на самом деле, хотя занимает немного времени. А для этого ребенка это огромное дело и огромная поддержка. И вот из таких как раз и небольших дел складывается благотворительность. Евгений, мы вышли на улицы Белгорода и узнали у горожан, что для них значит благотворительность. Давайте посмотрим. Благотворительность – это доброта сердца своего. Даже если в детский дом вещи отдать. Есть категория людей, которым нужно помогать, наверное. Вы как-то помогаете? В принципе, у меня семья такая, что мне дай бог помочь моим родителям и моим внукам. Тем, кто, так скажем, мало обеспечен, тем, кто болезни различные, дети-инвалиды, старики. Регулярно отправляю со словом «добро». Ну и просто подаю милостыню, если так. А также кормлю бездомных животных. Мне кажется, больше всего это должны делать не обычные граждане и работники организации, а должны это делать организации, у которых прибыль. Бог дал две руки. Одной брать, другой давать. И мы, люди, должны помогать друг другу. Это самое первое и необходимое в нашем обществе. Вот такие ответы белгородцев. Евгения, а что для вас значит благотворительность? Любовь. Любовь, которой мы делимся с людьми. То есть это самое первое или вообще самое важное во всех делах, которые можно сделать каждому из нас. Ну да, главное поделиться частичкой своего сердца. Я с вами соглашусь полностью. Скажите, благотворительность и волонтерство, они взаимосвязаны. Сколько волонтеров вам сегодня помогают? Ну, около 50 постоянно действующих волонтеров в организации на сегодняшний день. Но вы организуете разные проекты и акции, и без помощи волонтеров не обойтись. Это постоянно действующий какой-то коллектив, либо он постоянно увеличивается в зависимости от масштаба проекта и от значимости его? Ну, у нас есть вот такой, скажем, основной костяк постоянно действующих волонтеров. Но если мы проводим какие-то масштабные мероприятия, вот, например, в преддверии марафона «Добрый город», то мы открываем дополнительный набор волонтеров и привлекаем волонтеров именно для мероприятия. И сколько вот в масштабных мероприятиях принимают участие волонтеров? Многие ли отвлекаются? На самом деле многие сейчас уже активно достаточно, даже запись идет заранее. Ну, по-разному бывает. Бывает до 70 человек, то есть там порядка 30-40, так или иначе заняты в подготовке к мероприятию, и на самом мероприятии тоже. Ну, помимо масштабных проектов, есть еще и ежедневная работа, которую мало кто видит, да, она остается всегда незамечена. Это от документа оборота до уборки помещения, допустим. На чьи плечи ложится эта работа? Ну, эту работу как раз выполняют сотрудники организации, те, кто постоянно работает, штатные сотрудники. Но их работа тоже не может быть незамечена, да? Ну, я думаю, что без их работы просто невозможно. Работа организации, потому что это вот как тот фундамент для добрых дел, да, который создается, чтобы каждый день какие-то маленькие дела строились. Евгения, ну давайте снова вернемся к волонтерам. Скажите, 2018 год – это год волонтера. Давайте поговорим о том, как стать волонтером. На самом деле для того, чтобы стать волонтером, нужно просто захотеть им стать. Это все, что нужно сделать. Дальше нужно написать письмо на электронную почту, позвонить, написать нам в соцсетях, просто «хочу стать волонтером». Мы пригласим на организационную встречу, расскажем, поговорим, чем интересно было бы человеку заниматься. И кто знает, возможно, через какой-то срок эти люди уже будут реализовывать собственные волонтерские проекты, как у нас это делают ребята. А куда нужно написать? Это группа в соцсетях? Какая именно у вас своя группа? У нас есть группа «Святое благорье против детского рака» в соцсетях, у нас есть сайт, там есть все контакты. Можно позвонить по телефону 36 56 02, и мы с радостью пообщаемся. Но говорите, что у вас коллектив большой, все равно волонтеры требуются, да? Ну, так чем больше коллектив, тем больше добрых дел. Евгения, один из примеров благотворительности пронаблюдал наш корреспондент. В Международный день благотворительности активисты Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Равные возможности детям» организовали и провели акцию. Евгения, предлагаю посмотреть сюжет на эту тему. Третьеклассники 4-й Белгородской школы сегодня в рамках благотворительного проекта Общероссийского народного фронта «Равные возможности детям» пришли лепить из пластилина. Мы будем лепить смешную мартышку, так как детей это естественное состояние, быть веселыми, беззаботными и такими счастливыми. Немножко вернемся в детство. И в дальнейшем, конечно, я буду рада видеть их на наших новых мастер-классах, как рисование на воде, так и рисование гуашью, рисование песком. У каждого ребенка, вне зависимости от уровня дохода семьи или места жительства, должна быть возможность бесплатно получать дополнительное образование. Именно для этого и создан благотворительный проект «Равные возможности детям». Реализуется он по всей стране. В планах проекта открытие еще нескольких кружков, занятия в которых будут проводить педагоги-волонтеры. Мы приглашаем к сотрудничеству всех неравнодушных людей, волонтеров, которые на безвозмездной основе будут проводить занятия с детьми. Это могут быть и творческие занятия, и спортивные секции. Люди, которые готовы отдать свое личное время детям с тем, чтобы развивать способности детей. Виталий Матвейшин, Эдуард Горелов. Программа «Такой день» на Мире Белогорья. Евгения, в одном интервью вы сказали, я берусь за то, что нужно нашим подопечным. А потом оказывается, что это был большой и сложный проект. Вот какой был или, может быть, остается сложным на сегодня он? Ну, знаете, сложным, наверное, кажется, тот проект, который в стадии реализации. То есть, когда уже постепенно проходит время, появляются какие-то наработки, появляется опыт в реализации проекта, он уже не такой сложный. А вот тот проект, который только рождается, он и самый любимый, но и самый трудный ребенок. Много людей задействованы, чтобы проект стартовал. Ну, изначально, да. Перед тем, как начинается реализация проекта, это все равно достаточно большой труд. То есть, начинается проектирование, как таковое создание самого проекта, прописывание этапов. То есть, мы должны понимать, куда мы движемся и к чему мы в итоге придем. Но все равно, так или иначе, до сих пор все начинается от запроса наших подопечных. Евгения, у нас есть фрагмент марафона «Добрый город», который проходил в 2016 году. Давайте посмотрим. Я прекрасно помню этот марафон. У нас участвовали коллеги наши, Мира Белогория, в этом марафоне. Скажите, марафон уже стал доброй традицией, и количество участников с каждым годом увеличивается? Да, мы будем проводить его в этом году уже третий раз. Вот первый год приняли участие около тысячи человек, во второй год около двух тысяч. Но в этом году мы ожидаем большее количество участников. Поэтому у нас и место старта будет даже принесено на проезжую часть на улицу Попова. То есть маршрут поменяется, да? Дистанция будет больше, меньше? Какие-то изменения будут? У нас будут три дистанции. Как и прежде, остается дистанция один километр для тех, кто просто хочет поддержать доброе начинание. Не изменяет традиции. Не изменяет традиции. Когда показать свое единение, так скажем, с нашими подопечными, рассказать о том, что нам небезразлична судьба этих детей, на этой дистанции можно бежать, идти, ползти, делать все, что угодно. Главное удовольствие, с удовольствием весело. И у нас две дистанции спортивные, это 5 и 10 километров. То есть они немножечко увеличились, благодаря тому, что у нас и место появилось замечательное для пробежки. То есть дистанция пройдет вдоль набережной реки Везелка. Поэтому они незначительно изменятся, но станет гораздо интереснее и красивее. Обязательно приедем посмотреть. Пробежаться и помочь своим участием больным детям может каждый. Желающий 15 сентября, если не ошибаюсь, запланирован у нас марафон, новый забег. Евгения, скажите, какие условия для участия? Ну, эта серия забегов предполагает благотворительные взносы. На один километр это взнос 200 рублей. Соответственно, 5 и 10 километров это 500 и 750 рублей. Каждый участник получит стартовый пакет участников. Там есть и сюрпризы от наших партнеров, и небольшие призы, и дипломы участников. Собственно говоря, это все и деньги в стопроцентном объеме будут направлены на помощь детям с неизлечимыми заболеваниями. А вот, получается, в прошлом году какую сумму получилось собрать? Больше 300 тысяч рублей. Более 300 тысяч рублей. И много получилось на эту сумму помочь? Многим получилось? Ну, боюсь ошибиться, но, по-моему, порядка 8 детям. То есть мы понимаем, что если увеличиваются участники, увеличивается и количество детей, которым мы можем помочь. Совершенно вносим небольшую сумму, да, и себе настроение улучшается, здоровый образ жизни, еще и помощь обязательно. Ассоциация социально значимых некоммерческих организаций «Добрая Белогорье» заработала не так давно. Скажите, для чего она была создана и в чем суть? Ассоциация была создана для того, чтобы объединять социально значимые некоммерческие организации, для того, чтобы популяризировать благотворительность как раз в Белгородской области, для того, чтобы руководители и сотрудники социально значимых некоммерческих организаций могли обучаться, получать новые знания и делать свою работу более системной. А можем мы говорить о том, что уже сделано? Ну да, мы уже провели ряд достаточно серьезных мероприятий. То есть, например, совместно с крупными финансовыми организациями мы проводили обучающие семинары о том, какими электронными способами организации могут принимать пожертвования, как можно делать это правильно и совершенно законно. А вот ваш коллега Александр Ветров приезжал из Москвы и читал как раз для сотрудников благодарительных организаций, социально значимых некоммерческих организаций, мастер-класс о том, как правильно давать интервью, как взаимодействовать со СМИ, как писать пресс-релизы, как делать так, чтобы СМИ приезжали освещать наши замечательные добрые проекты. А сейчас у нас в стадии реализации достаточно важный, мне кажется, проект «Это добро в городе». Это серия праздников, которые проводятся в обычных дворах. И мы рассказываем детям на улице о том, что же такое волонтерство, как отличить волонтерство от лжеволонтерства и как творить добрые дела. А сколько организаций уже сегодня в ассоциацию входят? На сегодняшний момент у нас входят пять организаций и еще две организации мы рассматриваем. Евгения, у нас есть номер телефона, сейчас выведут его на экран. По этому номеру телефона вы можете позвонить и узнать, чем я могу помочь. Да, по этому номеру телефона готовы ответить на любые ваши вопросы. И как зарегистрироваться на марафон, и как стать волонтером, и как помочь. Спасибо вам большое, Евгения, за интересный разговор. Я думаю, что волонтеров в нашем городе и в нашей области станет больше. Спасибо большое. Спасибо. А мы продолжаем выпуск. В этом году исполняется 200 лет со дня рождения русского писателя Ивана Тургенева. К юбилею в рамках проекта «Театральная Россия» благотворительные фонды «Мир и гармония» и «Культурные сезоны» создали спектакль «Посвящение» под названием «Тургенев сегодня». Сюжет написан на основе произведений, воспоминаний, сохранившихся писем и документов. Поставил спектакль московский режиссер Глеб Черепанов. Его уже увидели зрители нескольких городов. Накануне благотворительный показ прошел в Белгороде. Вместе со зрителями спектакль посмотрела Наталья Александрова. Идея создать театральный боепик Тургеневу родилась у автора после посещения музея писателя в Орле. Работа над проектом заново открывала Тургенева и для себя, и для зрителей. Он был реально космополит, он везде был, ездил, его знали многие страны. Помимо того, что он ездил сам и продвигал свое творчество, он еще переводил очень много русских писателей за границей. То есть он был такой еще просветитель. Вы теперь наш. Наш, 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 наш. Спектакль обращается прежде всего к молодежи. Именно поэтому историю жизни писателя рассказывают, вплетая в постановку разные жанры искусства. Я у вас чудесно играю в шахмут. Скоро за ним увидите. Это никакой не пыльный классик, который говорит о людях прошлого. Это автор абсолютно современный, сегодняшний, который говорит про нас. Важно и рассказать эту историю языком современного театра, пользуясь всем богатством его выразительных средств. И мы это и постарались сделать. Оценить постановку можно будет также 9 ноября, в день рождения Тургенева, когда во многих кинотеатрах России покажут киноверсию спектакля. В Белгороде фильм будет идти на экране Центра молодежных инициатив. Наталья Александрова, Евгений Титов. Программа «Такой день» на «Мире Белогорье». Ну а сейчас наша рубрика «Ретро-новости». 5 сентября в сюжетах прошлых лет на основе архивов информационной службы «Мира Белогорье». 5 сентября 2011 года в Старомосколе школьники местной киностудии презентовали фильм, посвященный столетию канонизации святителя Иосафа Белгородского. В этот же день, в 2012 году, Белгородской корпорацией развития, Белгородским институтом альтернативной энергетики и немецкой компанией «Энвинтек Биогаз» было подписано трехстороннее соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Оно предполагало строительство в Белгородской области как минимум трех биогазовых установок общей мощностью 40 мегаватт. Тогда же на уровне областного правительства был создан Совет по биотехнологиям. В 2013 году, 5 сентября, в Технологическом университете имени Шухова состоялся крупный молодежный форум, на котором студенты могли пообщаться в неформальной обстановке с руководителями высших учебных заведений Белгородщины, представителями общественных организаций и спортсменами. Форум собрал более тысячи студентов из разных вузов области. В 2014 году ансамбль песни и танцев Белгородского института искусств и культуры Визелица вернулся из тура по городам Болгарии. Гастроли были посвящены годовщине битве при Шибке, в которой русско-болгарские войска сражались с турецкой армией. Год назад, 5 сентября, в городе Строители был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс. Он стал первым объектом на территории региона, построенным в рамках реализации программы «Газпром детям». Теперь все самое важное и интересное, что выходило в эфире первого областного телеканала, можно получать на свой почтовый ящик. Новости, программы, мастер-классы, афиши событий, музыкальной подборки смотрите, читайте, слушайте в удобное время. Просто зайдите на главную страницу сайта мирбелогорье.ру и впишите адрес своей электронной почты в окне в левом верхнем углу экрана. Так вы точно ничего не пропустите. Такой день 5 сентября. С вами в студии работала Екатерина Ковалева. Всего доброго.